Аплодисменты Фильетон, не понимаю, имел серии 15 Сначала наш великий юморист Аркадий Хайт писал для меня эти фильетоны Потом Михаил Задорнов, тоже великий юморист И многие-многие другие авторы Я перелистывал недавно книгу моего репертуара Выпустили два тома, над чем смеется Петросян И перечитывал последний фильетон, не понимая И подумал, надо будет его попробовать Я его 10-12 лет назад читал И он как-то промелькнул незаметно И я пошел дальше Я все время иду дальше Мне все время хочется что-то зрителю представить новое Чем-то удивить Сейчас этот фильетон с удовольствием вам прочитаю Сколько лет прошло, как я читаю этот фильетон, не понимаю А я по-прежнему не понимаю В жизни так много непонятного Сценами, например Но непонятно, что происходит Сейчас пучок зеленого лука стоит столько Что с ним не стыдно прийти на свидание к девушке Зашел в аптеку, посмотрел на цену Думаю, легче сдохнуть Ушел от них По пути зашел в бюро ритуальных услуг Посмотрел там на цену Поперся обратно в аптеку Не понимаю современных детей Нет, я понимаю родителей Которые сначала учат ребенка ходить Говорить А когда научат Пытаются заставить его сидеть И заткнуться Потому что мой недавно Меня совершенно ошарашил Пап, а вот ты знаешь, почему попка делится по вертикали, а не по горизонту Не знаешь, а я знаю А чтобы при беге не хлопало Дети изменились Мы безропотно двойки получали А сейчас первоклассник заявляет учительнице Марья Петровна Еще одна двойка И встретимся в европейском суде по правам человека АПЛОДИСМЕНТЫ Или вот сколько существует это ЕГЭ До сих пор никто не может понять Хорошо это или плохо Учительница сказала ученикам Кто сдаст ЕГЭ на пятерки и четверки попадет в рай Кто на двойки, тройки попадет в ад Ученики спросили Марья Петровна А нельзя ли окончить школу живыми? АПЛОДИСМЕНТЫ Мы в детстве все хотели, помню, стать космонавтами Сейчас спросил у мальчишки Кем ты хочешь быть? Уродом Почему уродом? Ну все же говорят Смотри какая крутая тачка у того урода АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас дети мыслят не по-детски Это неправильно У человека должно быть детство Обязательно он должен пройти через это Нельзя становиться сразу взрослым Мой приятель читал на ночь Мой Дадыра своему сынишке Одеяло убежало Улетела простаня И подушка, как лягушка Ускакала от меня Малец спросил Пап, скажи честно Ты курил? АПЛОДИСМЕНТЫ Гастрономок тоже непонятно, как ориентироваться Непонятно Какая рыба крашеная, какая съедобная Какой йогурт пищевой, какой технический При этом полно кулинарных новинок Кто-то пошутил Ко дню работников сельского хозяйства Будто генно-модифицированные продукты Подготовили большой праздничный концерт Голова кругом Недавно на одном ценнике прочитал Глазам не поверил Суслятина Гэка Ну я понял Гэка это значит горячего коптения Думаю, до чего ж дожил, а? До суслятины Думаю, надо попробовать А то помрешь, так и не узнаешь Что это такое Я продавщице говорю Девушка, можете мне нарезать суслятина Грамм сто Она мне так зло отвечает Суслятина Гэка Галина Константиновна Это я АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я бы тогда не надо нарезать АПЛОДИСМЕНТЫ Вот не понимаю, знаете кого? Наших алкоголиков Почему одновременно пить шампанское, водку, коньяк, пиво, что хотите туда наливайте, это не вредно. А вот воду, которую мы заливаем в чайник, нужно обязательно фильтровать, иначе можно испортить желудок. А я так скажу, водка на охоте, между прочим, спасла больше зверей, чем весь Грин Питс вместе взятый. Вот он знает. Пьяный мужик пришел домой поздно ночью, но не поняв то, что он дома, открывает холодильник и спрашивает, «Шеф, на Гоголя-2 отвезешь? Нет, ну и хрен с тобой! Бабах в холодильниках!» И так всю ночь, «Шеф, отвезешь на Гоголя-2? Нет! Ну и хрен с тобой!» И как он бабахал, ранним утром протрезвев, увидев, что холодильник сломан, он взял его, побежал в мастерскую, пока жена еще не проснулась. Жена встала, увидела, что холодильника нет, и сказала, «От настерный какой! Все-таки уехал!» Вот не понимаю, почему сейчас, особенно в последнее время, участились разводы, безобразие. «Что творят, а? Безобразие! Я так удивляюсь!» Извините, это автобиографическое. Как говорится, седину в бороду дождался, а без где-то задерживается. Ну вот, когда-то я говорил, «Я не понимаю!» Женится, уходит замуж. Зайки, солнышки, рыбки, птички. А разводятся козлы, кобылы, овцы и оленики. Мне рассказали, что вот одна женщина, ну, вообще, бросила мужа из-за того, что узнала, узнала, что он купил два алмазных диска для какой-то там болгарки. Кстати, вот холостякам на заметку, которых бросила такая женщина, пельмени через мясорубку пропущенные становятся макаронами по-флотски. И тем не менее, свадьба – желанная цель у многих. На одной свадьбе вместо «Горько» папа кричал, «Ну, слава Богу!» А мама кричала, «Ну, наконец-то!» Вот еще что не понимаю. Почему женщины придумывают разные диеты, чтобы похудеть, изводя себя нагрузками такими? Одна дама сказала, «Главное в диете – это сон. Вовремя не уснула – обожралась». Кстати, сейчас новая диета появилась. «Три дня только соки, пять дней только каши, семь дней только яблоки, потом девять дней, потом сорок». Я слышал, когда мы беседовали на эту тему. «Встала сегодня на весы, спешат». «Ой, не говори!» «Вчера пошла покупать платье, не влезла, расстроилась, купила торт, влез под люка». Другая сказала, «Девочки, а я повесил себе на кухне памятку, я не ем после шести, так мой паразит приписал – «Утро!» А я, девки, не понимаю, если ночью нельзя жрать, почему тогда в холодильнике лампочка загорается. Не понимаю, кстати, что у нас происходит в общественном питании. Сейчас пооткрывали ресторанов, кафе на каждом сантиметре. Цены дорогущие, но хоть еда бы была нормальная. Я говорю официанту, «У меня в супе что-то плавает. Это суп, в нем всегда что-то плавает. Да оно плывет на спине и гребет всеми лапами. Не волнуйтесь, до бортика не доплывет. Утонет». Еще не понимаю, почему все юмористы смеются над блондинками. Ничего они не тупые. Я одну блондинку даже в музее видел. Подходит она к старушке-смотрительнице в музее и указывает на скульптуру кентавра. «Бабуль, скажи, пожалуйста, а почему у того мужика лошадь из зада растет?» А бабулька, видимо, с юмором попалась. Она ей говорит, лошадь у него оттуда не растет, она у него там застряла. Такие девушки щебеются, эти щебеются. Девочки, какая диета лучше всего? Есть гречневую кашу без ничего. Голый, что ли? «Люся, мы что, в джунглях, что ли?» «Света, убери укроп от очков». Номер, который вы вызываете, не отвечает. Что совсем? Нет, блин, первые две цифры ответили, остальные молчат. «Молчат». Едут две блондинки в машине и слушают навигатор. Через 300 метров поворот направо, через 100 потом поворот налево. Следующие несколько минут они едут молча. Одна говорит, «Ну и что она замолчала? Куда нам поворачивайся?» Другая говорит, «Ты что, дура, что ли? Мы же не одни на дороге. Она сейчас кому-то другому рассказывает». «Не понимаю, что за чушь у нас газеты пишут, такую чушню пишут. Фотография Никиты Джигурды вылечила мальчика от заикания. Психолог Джигурды постоянно посещает психолога. Стас Михайлов обозвал Валуева Николая тупым качком панихида состоится во вторник». Япония выкупила права на показ фильма «Секс в большом городе». Теперь он у них будет называться «Чпокио в Токио». Вот еще, что они понимают в последнее время. Это вот новый разговор. Что на Украине не делается. Заварили кашу на свою голову, а к нам, главное, в претензии. Выбрали в начальство юмориста, имитирующего деятельность. И уже сами смеются над собой. Вот оттуда прилетела шутка. Муж приносит домой зайца. Жена, пожар зайца на сале. Нема в нас сала. Ну так пожар на масле. Нема в нас масла. Нет. Ну так пожар просто так, на газе. Нема в нас газа. Муж в сердцах выкидывает зайца в окно. Заяц бежит и кричит «Слава Украине, героям слава!» Я, знаете, что не понимаю? Это уже общее явление. Куда клонит наша психика? Один мужик отчаялся и собрался покончить с собой. Стоит на мосту готовиться прыгнуть. Вдруг сзади кто-то хлопает его по плечу. Извините, пожалуйста, котят не захватите? Вы уж простите меня, я одну фривольность скажу Я одну вещь понял точно Вот ничего не понимаю, но одну вещь понял до конца Главный орган у человека это все-таки задница Она во всем принимает участие В лечении, в учении, в воспитании, принятии решений, все через нее А в поиске приключений ей вообще равных нет Аплодисменты Аплодисменты Спасибо 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 Спасибо